Добрый вечер. Как известно, сегодня на расширенном заседании полицовета партии Нур-Утан принята программа противодействия коррупции на 2015-2025 годы. Это на самом деле очень долгожданный документ, который был на рассмотрении у общества. Более 800 тысяч граждан смогли ознакомиться с документом и внести в него свои предложения. Что из себя представляет этот документ, чем он принципиально отличается от предыдущего и какие основные его положения помогут реализовать задачи, поставленные сегодня главой государства в своем послании. Об этом и многом другом мы сегодня говорим с депутатом парламента, членом фракции Нур-Утан в Мажелесе, председателем Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии Нур-Утан Кайрбеком Сулейменом. Здравствуйте, Кайрбек Шандович. Ну и в первую очередь расскажите, пожалуйста, в чем суть сегодняшней принятой антикоррупционной программы на 2015-2025 годы. И самое главное, что меня интересует, в чем отличие от предыдущей также антикоррупционной программы, которая была в партии Нур-Утан. Ну, программа о противодействии коррупции партии Нур-Утан на период 2015-2025 годы сохраняет преемственность со старой программой, которая была принята еще народно-демократической партией Нур-Утан в 2008 году. Отличие ее основное в том, что старая программа уже не отражает веяние времени, не соответствует современному историческому периоду. Вы знаете, что есть у нас теперь озвученная главой государства, председателем партии Нур-Утан, я это подчеркиваю, стратегия Казахстан-2050, новый политический курс состоявшегося государства. И старая программа уже не отражает те новые посылы, которые отражены в том послании и в этом документе. Во-первых. Во-вторых, значит, программа по своей сути, по содержанию была практически реализована полностью, за исключением некоторых моментов, которые не были выполнены по объективным причинам. Ну и самое интересное, что в новой программе заложены совершенно новые подходы политического характера, которые выражены в доктрине партии Нур-Утан. Я не буду сейчас останавливаться подробно на доктрине. Речь идет о том, что во главу угла поставлено очищение нашего общества в интересах граждан нашего государства, мобилизация всего общества на противодействие коррупции, усиление общественного контроля за деятельностью государственных органов. Ну и мне, как депутату Мажлиса, наиболее близка тема, заложенная в программе, это разработка принятия принципиально новых законов о противодействии коррупции, об общественном контроле, о доступе к информации. А законы даете разрабатывать, скорее всего? Эти законы практически были разработаны, я вам открою секрет, они разработаны буквально еще пару лет назад, но не были приняты и не были представлены в парламент. Разработаны они были по инициативе отдельной группы депутатов, членов партии Нуратан. То есть база есть. Но сейчас и для вашей законотворческой деятельности также есть, на самом деле, да? Фронт работы для того, чтобы как можно быстрее принять этот закон. Абсолютно верно. Я убежден, что правительство поддержит и внесет эти законопроекты, но у нас есть право законодательной инициативы, поэтому мы можем это сделать сами. Но я хочу подчеркнуть, что эта программа партийная является своего рода идеологической платформой антикоррупционной стратегии государства и общества. А, кстати, документ такой специальный, антикоррупционная стратегия, тоже подготовлен, мы его знаем, общественность уже ознакомилась с ним. Я думаю, что в этом году еще президент Нусанавич Назарубай подпишет антикоррупционную стратегию. И там тоже будут заложены поручения правительству о разработке этих самых законов, которые я перечислил. На самом деле, это, как вы думаете, будет ли действенным инструментом, действенным механизмом в борьбе, на самом деле, с коррупцией? Ну, законы всегда являются в потенции своей действенным механизмом. Самое главное, есть стадия разработки, принятия закона, опубликования, а есть стадия реализации этого закона, как он будет исполняться. И вот за тем, как будет исполняться этот закон, должна следить партия Нур-Атан, как правящая партия, о чем мы заявили в своей доктрине. Сегодня глава государства сделал акцент на том, что именно партия Нур-Атан, правящая партия, должна стать флагманом, должна стать авангардом во формировании вообще антикоррупционной культуры в нашей стране. Вот в этом отношении есть ли понимание, с чего начать работу формирования именно антикоррупционной культуры? Ну, антикоррупционная культура формируется, конечно, с детского возраста. Семья, школа, коллектив. Об этом сказано подробно в программе. И эта программа, значит, определила субъекта, кто будет реализовывать партийную программу. Не надо забывать, что это не программа государства, а программа партии, которая занимает лидирующее место среди партии общественного движения нашего государства, и которая претендует на роль правящей, и которая объединяет около миллиона человек. И партия эта, значит, пронизывает все общество и будет, конечно, мобилизовывать общество на решение этих задач. А инструментами являются субъектами первичной партийной организации. Ставится задача переноса центра тяжести, партийной работы, в том числе в антикоррупционном направлении, сверху вниз, внизу. Ну что, мы знаем о том, что на республиканском уровне, благодаря главе государства, его политической воле, ведется беспощадная борьба с коррупцией. Не буду приводить пример. Общество об этом знает. Но внизу у нас, на низовом уровне, активность общества пока еще не отвечает той ситуации, которая сложилась. Вот где необходимость, на самом деле, формирования. Непаханное поле, и надо этим заниматься. И мы твердо намерены поднимать роль первичных партийных организаций. Если вернуться непосредственно к самому документу, к этой антикоррупционной программе, принятой на действие с 2015 по 2025 годы. Скажите, пожалуйста, все ли, в принципе, если так можно выразиться, потенциально коррупциогенные структуры и отрасли там задействованы? Ну, программа не составлена по отраслевому принципу. Ну, основные болевые точки, такие как образование, а это связано с формированием антикоррупционного сознания, мировоззрения. Правоохранительные органы. Правоохранительные органы есть, образование есть, бизнес. Бизнес, опора на собственника, защита интересов предпринимательства, пронизывает эту тему всю программу. Снижение административных барьеров. Все программа составлялась в контексте политики нашего президента, представителей партии. О сокращении проверок, о том, чтобы дать максимальную возможность для того, чтобы наш бизнес вырос, чтобы он носил свой более серьезный вклад в валовый национальный продукт наш. Да, и вот если уж затронули тему малого и среднего бизнеса, сегодня глава государства в своем послании сделал очень определенный и точный акцент на то, что мы сегодня должны довести уровень малого и среднего бизнеса до как минимум 50% в расчете ВВП. Теперь скажите, пожалуйста, вот эти антикоррупционные механизмы в структуре малого и среднего бизнеса, вот закончится мораторий, который объявлен до 2015 года. Я думаю, для того, чтобы, кстати, вот этот мораторий объявлен по инициативе главой государства. Есть у нас указ от 27 февраля текущего года о мерах, о кардинальных мерах по снижению давления административного на бизнес, которым отменены вообще запрещены плановые проверки с 1 января следующего года. И вот это все, вся воля главы государства будет выражена в новом законе, который лежит уже у нас в парламенте, о кардинальных мерах по ликвидации препонов малому бизнесу. В том числе и будет речь об этих проверках. То есть будут не проверки по желанию чиновника, а будет контроль осуществляться на фоне ликвидации изучения так называемых рисков. Это отдельная тема, отдельный разговор. То есть эта тема... Но к этим рискам мы еще вернемся. Да, административные барьеры, вот эта проблема, она не снимается, она будет нарастать. Проблема эта, проблема противоборства этому процессу. То есть малый и средний бизнес будет защищен законодательно. Законодательно. И сегодня Усанович сказал, хорошо, а вот кончается мораторий, а что будете делать? Отдохнули два года, он еще пошутил, наши проверяющие ответы. А потом с новой силой, да? С новой силой. Вот это опасение действительно обоснованное. Но я думаю, что мы создадим законодательные препятствия для такой незаконной инициативы. На самом деле, знаете, вот насколько я понимаю, да? Ну, извините, вместе с тем отдельной отрасли, конечно, нуждаются проверки. Там, где речь идет о безопасности и прочее, прочее. Что касается вот как раз-таки коррупциогенных, да, потенциальных отраслей, ведомств, о чем мы говорили. И как раз-таки о чем мы говорили, о том, что на верхах идет, конечно же, борьба очень большая, да, с коррупцией, а внизу, может быть, до этого не доходит. Вот в бытность вашим министрам, да, например, когда вы сами проехали буквально, опять же, малый и средний бизнес, да, с теми ребятами, которые с югов привозят, скажем, овощи и фрукты. Вы сами видели, насколько это все было. Как сегодня нам достичь того, чтобы на низах действительно исполняли поручения тех, кто вот дает задание, например? Вы знаете, здесь, если говорить о структуре государственных органов, нужно говорить о дисциплине. Вот. О государственной дисциплине внутри государственного аппарата. Нужно ставить жесткий вопрос ответственности чиновников за свои деяния. Не только уголовной, но и дисциплинарной, кадровой ответственности. И, конечно, партийной, если он член партии, ну, ротан. И опять же, формирование культуры, да? Формирование правовой культуры, это само собой. Ведь вроде бы увеличивает зарплаты, вроде бы и создаются все определенные условия. Надо исключать условия, которые способствуют образованию какой-то круговой поруки. Коррумпированности в целом, да? Вот такой командного метода, значит, прихода на тельные места. Меняется чиновник, меняется команда. Да, конечно, чиновник имеет право по главным направлениям, кому он верит, кого знает, привести. Но ведь не поголовно менять аппарат. А у нас, к сожалению, это вошло в привычку. Об этом неоднократно говорил Насанович Назарбаев. А вот скажите, пожалуйста, вот... Это надо закрепить законодатель. Конечно, уже говоря о депутатском контроле. Да, вот сегодня глава государства в своем послании поставил очень большой акцент на развитии инфраструктуры. Вот именно, да? 500 миллиардов тенге, даже чуть более выделяется сегодня на развитии. Скажите, пожалуйста, вот о том, как эти деньги будут использоваться, правильно ли, по назначению ли, вот ваши депутатские или партийные контроли? Я не буду говорить об этих деньгах. Понятно, я не экономист, не специалист. А контроли вообще? Да, Насанович сказал, что созданная мною специальная комиссия будет следить за эффективностью расходования этих средств. Первое. Второе. Он поручил, как представители партии, партии Нур-Атан, занять свое лидирующее место в обеспечении партийного контроля за законностью расходования этих средств. Это первое. Ну, а самое главное, вот это послание, оно, конечно, оказалось неожиданным сегодня для нас. Это такая продуманная, системная реакция главы государства на обстановку в мировой экономике. Причем, я бы не сказал, что это латание каких-то дыр, что это спонтанные какие-то решения. Как некоторые государства сейчас оказались в кризисе, не хватает зарплаты, выделяются бюджеты, средства на закуп продовольствия в состоянии аврала. Ничего подобного в Казахстане не происходит. Эти деньги направлены на самые такие чувствительные точки экономики, которые дадут мультипликативный эффект. Рабочие места, социальная сфера, строительство школ, даже в условиях кризиса президент не сказал, что сворачиваются социальные программы. Школы, больницы и так далее, и так далее. То есть, все идет в контексте общей стратегии, которая выражена в послании Казахстан-2050. Это, я бы сказал, как, ну, как, может, это красиво, высокопарно прозвучит. Ну, во время боя полководец использует свои резервы. Он видит, на каком фланге, где у него осложнение, правильно? И куда необходима силы, да, например. Куда необходима силы, там, где можно обеспечить решающий перелом сражений. Вот я это еще раз в его послании убедил, что нити, нити руководства государства находятся в надежных руках. И вот у нас буквально осталось не так уж много времени. Да, скажите, пожалуйста, вот сегодня была принята эта антикоррупционная программа, да, от партии Нур-Уртан. Дальше, как вот она реализуется? А дальше, значит, что? Эта программа будет выражена в дорожной карте. Так. Дорожная карта уже находится в стадии завершения. А в аппарате и в дорожной карте принимает активнейшее участие правительство. Там уже меры правительства будут заложены. Программа эта рассчитана будет на два этапа. На пятилетние сроки. И эта программа будет утверждаться уже не полицоветом, а бюро. Бюро полицовета партии Нур-Уртан. И эта дорожная карта вот и явится конкретным уже. Что делать, кому, какому министерству, какому Акиму, что и как. Это для того, чтобы этот процесс получил, был бы контролируемым. В итоге там тоже экономические, социальные аспекты. Но очень много в этой программе будет правовых, воспитательных таких вот мер. Большое спасибо, Кайрбек Шанш, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Будем вас ждать вновь и здесь, и с удовольствием на нашей программе. Спасибо. Я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях нашей программы был депутат мажориста парламента нашей республики Кайрбек Сулейминов. Кайрбек Сулейминов